Реванш Петра Великого Реванш Петра Великого Реванш Песполитой позволяли ему делать это. Карл XII, говоря словами Петра, увяз в Польше. Русские оказались предоставлены сами себе, и Петр I максимально использовал эту стратегическую ошибку светского короля. Постепенно русские стали вытеснять шведов с берегов Невы. К 1703 году вся Ингерманландия, так тогда называли Приневские земли, оказалась в русских руках. Пришла пора переносить военные действия на территорию Прибалтики. И первой целью должна была стать все та же злополучная Нарва, чьи стены еще помнили тот досадный русский позор четырехлетней давности. И вот в июне 1704 года русские войска вновь подступили к этому городу. Нарва же была крепким орешком. Ее защищал сильный гарнизон во главе с суровым комендантом Рудольфом Горном, который вовсе и не помышлял о сдаче. Осада могла затянуться надолго. Надо было придумать что-то такое, что могло бы ускорить капитуляцию шведского гарнизона. И Петр придумал. В историю эта задумка вошла как маскарадный бой под Нарвой. Петр узнал, что среди осажденных пошел слух, будто им на помощь идет отряд генерал-майора Шлиппенбаха. Да, шведы собирались послать подмогу, как тогда говорили Сикурс. Крепости. Но все это было, как говорится, еще в прожекте. К Нарве пока что еще никто не подошел. Но Петр схватился за это роковое заблуждение шведов. Они хотят Сикурса, так будет им Сикурс. Идея Петра была проста. Нужно всего-навсего устроить маскарад. Переодеть часть русских полков в синие мундиры, чтобы они походили на шведов. По законам военной тактики, шведский гарнизон будет просто обязан сделать вывозку на встречу подкреплению, чтобы помочь ему пробить кольцо к окружению. Вот тут они и попадут в ловушку. Сказано, сделано. Для маскарада были выбраны четыре полка. Два пехотных, Семеновский и Ингерманланский, и два драгунских, Ивана Горбова и Афанасия Астафьева. Вот эти-то полки и должны были изображать корпус Шлиппенбаха. 8 июня 1704 года маскарадный корпус во главе с Петром двинулся к крепости. Их притворно как бы атаковали русские войска во главе с Меншиковым и Репниным. Случилось то, что и предполагал Петр. На помощь Шлиппенбаху вышел отряд шведов из крепости. Тысяча человек под командованием полковника Маркварта. Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что никакого Шлиппенбаха нет и в помине, а вокруг одни разъяренные русские солдаты. Началось истребление шведского отряда. И хотя полностью уничтожить отряд Маркварта не удалось, часть солдат смогла пробиться обратно в крепость. Тем не менее, шведы понесли серьезные потери, которые существенно ослабили гарнизон Нарвы. Сам командир отряда, полковник Маркварт, был взят в плен. Русские же потери в этом необычном военном предприятии составили всего 4 человека. От этого удара гарнизон Нарвы уже не смог оправиться. 4 августа 1704 года крепость была взята штурмом. Кстати, во время штурма Петр проявил присущую ему суровость и справедливость. Когда штурмующие ворвались внутрь крепости, началось истребление гарнизона и жителей. Кровопролитие было остановлено лично Петром, своей рукой заколовшим русского солдата за грабеж и убийство мирных граждан. Комендант крепости Рудольф Горн, 3 полковника и 1600 солдат и офицеров попали в плен. А жители Нарвы присягнули на верность России. Путь на Прибалтику был открыт. Статья подготовлена Олегом Денисовым. Публикуется в журнале «Военная история» номер 5 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok